СПЕЦИАЛИСТЫ В связи с резонансным моим уголовным делом прошу вас оградить меня от посещения членов общественно-наблюдательной комиссии и иных общественных организаций. Специалисты проанализировали почерк задержанного. По мнению графолога, предполагаемый преступник имеет проблемы в сексуальной сфере, а его психологический возраст остался на уровне детского. Мы графологи определяем женское или мужское начало. Так вот, у обладателя этого почерка женское начало. Почерк незрелого человека. То есть он как бы остался с детскими повадками, что ли. То есть он ребенок. Специалисты обратили внимание на каллиграфический почерк, а некоторые буквы, по мнению графолога, подозреваемый пишет довольно странным. Человек испытывает очень сильный страх, стресс. И в том числе нижняя зона обозначает сексуальность. Вот эта раздутая зона, она какая-то у него поломанная. Вот, как я вам объяснила, это связано с какой-то проблемой в этой сфере. Напомним, Вадима Есипова задержали по подозрению в изнасиловании восьмилетней девочки. По версии следствия, он заманил ребенка в безлюдное место и совершил действия сексуального характера. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как он идет рядом со школьницей во дворе дома по улице Воровского. Сидел, ждал его на лавке, когда дети уйдут. Дети ушли, она одна осталась. Он ее взял за руку, по двору в гаражи. Да, в сущнице. Мужчину удалось поймать в Екатеринбурге, когда подозреваемый пытался улететь на родину, в Душанбе. Позже уроженцы Таджикистана заподозрили в причастности к серии нападений на девушек в районе Чатазе. Следователи полагают, он мог изнасиловать еще двух несовершеннолетних девочек и пять девушек. Всего на его счету, по версии следствия, восемь жертв. Причастность к некоторым эпизодам уже подтвердила биологическая экспертиза. В СИЗО Есипов останется как минимум до ноября. Оксана Кравцова, 31 канал.